друзья добрый вечер с вами катя я вас как всегда приветствую из нашего города из кинчану терми для тех кто первый раз попал на мой основной канал я хочу представиться я являюсь официальным экскурсоводом рима и ватикана я являюсь журналистом вот по данным сюжетом я оставлю ссылку на мой второй канал где мы больше говорим с вами про политику и там же оставлю ссылку на мой телеграм канал та тема которую мы сейчас с вами будем обсуждать очень много вопросов не приходит по поводу этой темы это pokemon go то есть мы опять с вами возвращаемся к той же самой игре к тому же самому обряду вот по поводу ресторанов и отелей заставляют ли людей сотрудников данных структур пройти обряд покемонизации pokemon go по крайней мере на примере нашего города друзья с большим удовольствием раскрою сейчас эту тему давайте прогуляемся перед сном надо всегда гулять и дышать свежим воздухом друзья прежде чем я приступлю к сюжету я хочу рассказать вам о том что я увидела сегодня на государственном канале итальянском рай срае значит они говорили по поводу призов что многие страны вот италии надо пример брать они чтобы народ стал проходить обряд покемонизации pokemon go значит они стали проводить лотерею вот и начали они соединенных штатов америки с нью-йорка вот мэр нью-йорка такой молодец посту баксов дает тем кто становится покемоном подобно значит в лондоне оплачивают такси и дает дает кусок пиццы потом по моему во франции могу ошибаться но в какой-то европейской стране два дня отпуска дает в румынии пиво наливают значит среднюю среднюю кружку пива можно в румынии за то что ты покемон я вообще очень порадовалась за россию россия круче всех они сказали что в россии машины разыгрывают то есть если ты покемон то той принимая участие в лотереи ты можешь выиграть машину круто просто очень круто просто нереально круто вот но подождите-ка в австрии по моему или в австрии в какой-то еще стране европейской тоже могу ошибаться кусок мяса потом но не в италии не помню где в чехии что ли кусок пиццы и но вот то что меня прямо очень сильно развеселила по австралии кажется в австралии опять же могу ошибаться значит в кино вас приглашают если вы стали покемоном и попкорн представляете билет в кино и попкорн но прямо описаться можно какая крутизна вы понимаете вообще за кого они нас держат когда такое предлагают а вот теперь я хочу показать кое-что вот что значит на же здесь таблички такие вывешиваются да так что такое быть покемона в наши дни вот смотрите вот тут дедушка 93 года правильно а вот теперь переходим вот сюда я не буду имя показать смотрите немножко приподниму а вот здесь 59 читайте вот такие вот у нас времена а почему в 59 кого-то не стал вот такие поминальные так давайте вот сейчас еще вперед смотрите вот здесь 90 94 мы с вами читаем правильно здесь смотрите 91 а вот смотрим сюда еще раз и вот здесь у нас освечивается 59 у нас на главной площади проходит концерт поэтому не не получится у меня сегодня дойти до нашей аллеи что там везде играет музыка посему останемся возле фонтана я вам сейчас расскажу уж теории практика это две разные абсолютно вещи мало ли о чем они мечтают ма мало ли о чем трендит зомбоящик на примере нашего города как всегда буду рассказывать друзья на мой взгляд надо всегда быть максимально объективными поэтому сказать что у нас в италии вот какая-то определенная категория профессиональная которую там взяли бы скрутили бы в бараний рог и отвезли и провели обряд покемон гоу у нас таких категорий нет ни одной значит вот те категории профессиональные которые постоянно муссируются это преподаватели и те которые связаны с больницами люди или поликлиниками вот тут они все время просто говорят 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 триндят триндят но это всегда проходит на урок на уровне пропаганды то есть промывание мозгов ничего другого нет и я вам хочу сказать честно что даже в этой категории и даже среди тех людей которые работают в государственных структурах не в частных структурах имеется достаточно приличный процент понятно что зомбоящик он вам об этом никогда не скажет которые обряд этот не прошли я знаю таких людей лично поэтому вот так сказать что у нас какая то есть определенная категория которые вот всю прямо вот взяли и нагнули я думаю что это было бы не объективно что касается полицейских карабинеров и виджили да они конечно люди не подневольные то есть карабинеры это все таки военное подразделение у нас там на их уровне пропаганда была очень жесткая но даже среди них имеются персонажи которые брали адвокатов брали в независимых ассоциациях я вам об этом рассказывала друзья и они не прогнулись то есть они до сих пор пытаются каким-то образом сопротивляться и среди военных точно так же то есть вот смотрите этот сюжет я начала скажем так вот с категории наиболее уязвимых потому что у нас городе например тоже есть военный даниэль и вы его прекрасно знаете вас с ним знакомила и он упирается и он не покемон он не покемон и он сопротивляется изо всех сил и говорит что в принципе даже нельзя сказать что это вот прямо настолько сложно сделать потому что все-таки на 90 процентов те которые стали прошли этот обряд это все-таки было ну скажем так добровольно принудительно но но даже подписывали они там бумагу есть такой модуль существует что претензий они никаких к режиму не имеют и в общем то все что они проделывают это проделается проделывается на добровольных условиях поэтому вот скажем так те категории которых которые наибольшим образом у нас пытали пытались и пытаются нагибать это те которые я перечислила даже если вы встречаете включаете включаете итальянские зомбо ящик они до сих пор говорят о преподавателях что у них с преподавателями вопрос не решен давайте подключать конструктивное мышление соответственно среди преподавателей была такая категория которая сказала что нет вот дальше что касается всех остальных мы говорим с вами о туристическом секторе сейчас экскурсоводы наши экскурсоводы нет нет да для того чтобы войти в музей там бы допустим музей ватикана или галерея боргиза мне говорят мои коллеги что надо иметь вот этот вот самый зеленый пропуск потому что иначе начиная с 6 числа то есть уже даже предупреждение пришло что якобы они тебя не будут пропускать но это будем смотреть этим будет это будем смотреть уже по ходу действий вот это вот экскурсоводы что касается ресторанов вы пишите мне пожалуйста в комментариях по что меня этот вопрос будет все-таки интересовать то есть на уровне нашего города те которые это проделали этот те которые пошли самостоятельно не мой муж не лео наш дорогой который на плющинга похож вот его жена прогнулась вы знаете я рассказывала еще несколько месяцев тому назад но точно так же как она мне сказала что я работаю в школе я была вынуждена это сделать то есть принципе и никто не тащил на веревке но скажем так пытались нагибать у кого-то сопротивление лучше работает у кого-то хуже работает у нее хуже работала поэтому вот такая вещь произошла у него кафе никто к нему не приходил никто ему в дверь не стучал и по большому счету я хочу даже вам сказать я даже не знаю как это могло бы выглядеть и моему мужу точно так же и к его товарищам точно так же до существуют такие такие отели или допустим рестораны вот где работодатели они уверены в том что лучше стать покемоном вот они им промыли мозги и поэтому они соответственно уже это эффект домино идет что если он убежденный покемон соответственно он начнет говорить и всем своим там всем своим сотрудникам что давайте вот они вовлекают так вот в свою назовем так секту в игру вот в эту в игру чтобы всем игралось на равных есть такие но это все зависит от работодателя если работодатель нормальный я вам скажу у нас например в кенчану терме имеется работодатели которые они стали покемонами но при всем при этом они все-таки за свободу выбора то есть они там не нагибают никаким образом свой персонал есть конечно вы упертый вот упертый это такой самый тяжелый вариант если ты под какую раздачу попадешь но все-таки вот прогуливаясь по нашему городу и я наш знаю очень хорошо людей большинство вот кто у нас держит ресторанный бизнес они нет большинство я опрашивала я опрашивала не хотят и по что это как правило семейный бизнес потому что работает отец работают дети у всех мнения разные так далее поэтому у нас большинство я все-таки вот так вот посчитала процентов 60 нет и они не при не приходят никакие к нам инфраструктуры которые сказали бы знаю что вот ты идешь там записываешься иначе там я тебя буду выбрасывать нет такого поэтому вот мне просто задавали вопрос именно по поводу ресторанного ресторана и ресторанного сектора и сектора гостиницы нет такого нет 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 и на государственном уровне я могу сказать если ты включаешь зомбо ящик как бы они вот в этом отношении они по ушам не ездят я опять же хочу повторить значит это преподаватели и вот те которые работают там поликлиниках и так далее и более того по поводу вот второй категории которые не преподаватели вот например те которые имеют здесь у нас частные студии вот им приходит mail мне рассказывали вот не завтра надо будет идти к дантисту я с дантистом говорила по этому поводу мне рассказывал что дату симптом конкретно уже приходят mail и и как бы их призывают их призывают но все равно то есть если даже ты не отвечаешь какое-то время то есть говоришь я еще там жду я еще думаю я еще не решил принципе на данный момент пока еще в этом отношении отмазаться можно поэтому все зависит от человеческой хитрости и мне думается что у нас вот такая вот час борьба идет да это не как вторая мировая война когда ты знал вот там враг он придет к тебе домой на тебя отберет имущество он там отправит в концлагерь всю твою семью как было во время второй мировой войны вот и прятаться надо было только где-нибудь там в каком-нибудь подвале потому что силой уводили людей это вторая мировая война а сейчас это взаимодействие хитрости то есть если ты перехитрил если ты сообразил если ты вот как говорит алексей николаевич мишин тренер по фигурному катанию реберность проявил хорошего то соответственно в общем-то ты спасен спасаешься потому что это промывка мозгов на 95 процентов это промывка мозгов вот но я думаю опять же что у нас вот в момент критический это вот сейчас последние три месяца они закончатся и там уже как-то картина она потихоньку будет уже выруливать автоматически я думаю что вот так вот друзья ну я надеюсь что я на ваши все вопросы ответила там нет такого чтобы вот прямо вот вот так если кто-то уперся рогом на данный момент опять же о будущем в категоричной форме не говорим кто-то уперся рогом и скажет нет вот так кого то чтобы уволили нет я знаю что у нас многие люди пострадали которые перешли в оппозицию в какую не в политическую оппозицию а вот вот допустим присоединились к нашей ассоциации они пытаются лишить лицензий вот это вот да то есть как бы они подключают комитет по этике по профессиональной этике и там как бы на время они пытаются приостановить лицензию такие были то есть кто у нас прямо вот открыт открыто выступал кто выходил на митинги кто говорил что нет pokemon go это не та игра в которую надо играть вот там такое приходило а все остальное пока на выносливость у нас скажем так борьба на выносливость как спорте вот такие времена друзья спасибо большое что смотрите смотрите давайте немножко пройдем вперед посмотрим что там у нас на площади происходит вот и мы с вами увидимся завтра у нас сегодня день хороший очень даже прохладный сегодня у нас около 27 прямо резко резко упала температура манифестации закончились и чудесным образом у нас температура стала проседать в общем сегодня очень хороший день так вот смотрите народ то будьте вам любезно где мне местечко то себе здесь найти сейчас пройду вперед посмотрю на вот так вот а дальше там слышите музыка раздается это там концерты у нас проходят о какой классный мотоцикл посмотрите желтенький прелестный просто кто-то приехал раньше его не видела и каска замечательная но это кто-то видимо из постояльцев нашего замечательного лео ну вот сейчас найду себе место ну вот заканчивается подходит концу и муди ой фульмины смотрите мальчик засранчик опять куда-то побежал бы у меня спрашивали если родители у фульмины конечно есть они живут по соседству с нами он не сирота она просто у него характер такой